Всем приветик, всем добро, снова пожаловались на мой канал, мои хорошие, и сегодня у меня обзор на палетку Анастасии Soft Glam. Проходите, это все будет очень быстро у нас здесь, я вам хочу показать свотча и сделать какой-нибудь менее быстрый макияж, не скорее всего, что-то в более темных на стенах, потому что у меня какое-то сегодня такое настроение. Если вам кажется, что я одета просто в липчик, то нет, у меня такое бюстье, я увидела такой стиль у Хлои Кардашьяна, мне очень понравилось, как это выглядело под джинсы, я попробовала одеваться без джинсовки, но как-то, если честно, я чувствую себя как-то прям слишком раздетой, пытаюсь привыкнуть сейчас вот здесь с джинсовкой, мне кажется, джинсовка выглядит прикольно. В общем, ладно, давайте перейдем к палетке. Палетку я отхватила на распродаже в Ульте, я обналичила свои очки, я тогда сделала очень-очень большую покупку, и общая сумма моей покупки вышла всего 8 долларов, поэтому, не знаю, эта палетка, наверное, если брать пропорциональную стоимость потраченную, стоимость скидки, обоштать мне где-то в доллары 4, чему я не сказано, не сказано рада, потому что я очень хотела ее попробовать. Купила я ее где-то неделю назад, и, не знаю, хватило во мне сил к ней не притронуться, потому что хотела открыть ее с вами и показать вам ее новенькую и красивую. Получаем и вот такую красоту, очень красивый такой горчичный. Все в порядке. Если бы я ее сейчас разбила, я бы не удивилась, но был бы трюк. В общем, вот, горчичный цвет, очень красивый, трендовый, и стандартная такая типа вельветовая упаковочка. Мне очень нравится, как выглядят эти упаковки, но, к сожалению, в носке не просто-просто ужасно. У меня уже есть две палетки Анастасии, это первый модный ренессанс, которая у меня за, фактически, наверное, два года, что она у меня есть, превратилась уже просто в полный кошмар. Вообще, это просто студо именно не палетка, но она самая ходовая у меня, самая пользуемая, самая любимая. Вот эту палетку я тоже очень люблю, призму. Эту палетку я покупала не так давно, по-моему, где-то осенью этого года, она вышла сразу после стопкача. Мне она здесь очень-очень нравится, у нее очень красивые шиммеры, доохромы, просто нереально крутые. По качеству она очень хорошая. Итак, и это наша новая палетка. Вот так все красиво у нас выглядит. Здесь натуральные, теплые тона, большей частью. Есть шиммеры, есть доохромы, есть просто маты. Очень красиво, очень натурально. Сначала, я думаю, мы это все с вами отсвочим, и потом, в целом, хоть макияжик. Палетка у нас идет со стандартной кистью Анастасии. Они, в принципе, неплохие, но я не пользуюсь у меня кистью, которая мне нравится намного больше. Итак, здесь у нас вижу два очень мелодких шиммерных глиттерных оттенка. Два просто шиммерных, и наверняка вот этот будет доохромный, потому что он здесь отливает уже таким каким-то оранжеватым. Остальные тени у нас маты. Если вы интересуете, почему я только что говорила, что палетку не трогала, а сейчас была свочи тени, которые уже как будто бы потроганы, это потому что начало я начала свочить как-то очень калишно, и все было не видно, но сейчас я разрубила, как я наконец-то могу вам показать все, чтобы было видно, поэтому я начало палетки сейчас пересниму. Итак, первые оттенки у нас Темперо и Дасти Роуз. Выглядят они вот так. Темперо, он такой светлый бежевый, Дасти Роуз такая холодная у нас розочка, очень похожа на цвет моего карандаша для губ. Также у меня есть губная помада, кстати, в Дасти Роуз, но она более теплая, чем эти тени. Следующая парочка у нас будет Гластерин и Ферри, два сияющих оттенка. Очень мягкие, приятные. Оба уходят в золото, но Гластерин уходит в более такое розовое золото, и Ферри это у нас такое чисто-светлое, светлое, как шампанское золото, нельзя сказать на шампанское золото, просто золото чистое. Следующая это у нас Orange Soda и Burnt Orange. Orange Soda более такой светлый, яркий, оранжевый, и Burnt Orange он уходит более в такую кирпичевинку, более такой кирпичный цвет. Этот оттенок уже был в одной из пледок. Кстати, вот Orange Soda я уже сводчу, так как второй раз он вообще очень слабо передает пигментацию какую-то на кожу. Но мне кажется, этот оттенок будет очень хорошо использовать как трензажный колор. Следующий это Rose Pink и Sienna. Rose Pink очень красивый такой, за розовый и Sienna более коричневый, такой молочный шоколад что ли. Очень похож на Растик, только у него меньше красноты. Следующий оттенок это Saltery и Простик. Мне очень интересно, он как раз таки этот, мне прямо больше всего хотелось, чтобы пальцем залезть. Такой более уходит он в коричневатый, типа бордовый и этот такой светло-коричневый, типа молочного шоколада. Воу, вот этот очень пигментированный. Дальше у нас будет оттенок Bronze и Cypress Amber. О, бронзевый, я уже чувствую, что он будет очень-очень пигментированный. Воу. И последние два это Malbury и Черный оттенок. Оба матовые, оба очень пигментированные. Углажается отлично. Так вот у нас выглядит эти слощи и палетки, я пока очень довольна. Сейчас мы с вами придумаем и отснимем какой-нибудь макияжик с ними. Основу по тени я уже нанесла, у меня стандартный, как и в других видео, если вы видели, это Urban Decay Праймер в оттенке Adena. Макияж у меня уже сделан, поэтому у меня осталось только что-то на двух глазах. Я надеюсь, что сильных осыпаний не будет и что мне не придется перекрашивать все лицо. В общем, погнали. Если вы не видели видео на мой инстатуториал, то я советую вам посмотреть, там я рассказывала о своих любимых продуктах и также объясняла, зачем я использую скотч под глаза и что мне это дает. Ссылочка будет внизу. Здесь бывают такие, не короче, без вдохновения. Такая сидишь, смотришь, такая все красиво, все хочется попробовать, а вдохновения нет. Начну я, пожалуй, с Rastec, буду использовать его как transition shade. Очень красиво этот цвет смотрится на глазах, мне безумно нравится. Очень приятный, теплый, такой шоколадный, просто вообще безумно красивый, даже сам по себе, на каждый день, так что, можете пойти куда-то. Очень красивый. Я не ожидала, когда я его свочила, его мне как-то особо не впечатлило, на глазах очень хорошо. Хорошо тушуется, очень баттерный вообще. С Eye Plus Amber и начну подчеркивать складочку внешнего века и уголочек. Далее я буду использовать Salter. Оно неплохо наносится кистью, то есть шиммер у нас виден, но мне кажется, он будет более ярким, если попробовать наносить пальцем, что я, в принципе, сейчас и сделаю. Дальше я залезу в этот красный Malbury и добавлю его, чтобы сушевать границу между темными матовыми и шиммерными цветами. В общем, у нас есть небольшое шипание под глазами, как видно, но я надеюсь, это сейчас смогу все поправить. И я вернусь к Malbury и добавлю его на нижнее веко. Возьму другую кисть и вернусь к оттенку Burn Orange и попытаюсь их в 106 вместе чуть-чуть снизу, чтобы сделать как бы с Malbury немножко не настолько ярким. Тушу у меня Benefit Roller Lush. Наш финальный лук. Вот такой у меня вышел финальный лук. Мне нравится. Мне нравятся эти оттенки темные. У меня красиво было такое настроение какое-то под более темный макияж, что, в принципе, я и получила по мыслям, по палеткам. По качеству она не хуже, чем модеренессанс или призм. Мне показалось, что эти тени немножко более мягкие, за счет чего у них не так много, в принципе, как осыпание под глаза, но когда я набирала на кисть, у меня прям такие как облачки вздымались. По качеству, по цветам, по растушевке вопросов у меня никаких нет. Мне понравились фактически все цвета, кроме Orange или Soda. Я по ней сомневаюсь в качестве, потому что на свотче у меня на руке получилась она не очень, а сейчас вот я как-то не использовала в макияже. Остальные оттенки работали, которые я пробовала хорошо, некоторые из них уже повторяются, поэтому я знаю, что они работают хорошо. Если вы фанат Анастасии Беверли-Хиллз, то эту палетку стоит приобрести к себе в коллекцию. Если вы ищете палетку, но каждый день с какими-то натуральными, красивыми цветами, которые также вы сможете носить на выход, эта палетка тоже будет отличным выбором для вас. Если вы ищете максимально универсальную холодную палетку, то нет, здесь больше теплых оттенков. Но палетка просто, не знаю, прекрасно, мне очень понравились все шиммеры, мне очень понравились матовые оттенки, которые я испробовала, мне понравилась очень цветовая гамма и комбинация. Здесь же, в отличие от призмы, который единственный минус призмы, и плюс в это, то, что здесь они все-таки потрудились и скомпоновали тени по четверкам, то есть для тех, кому лень экспериментировать, что-то придумывать самим, вы просто видите, как прекрасно будут работать вот так вот по четверочкам, смотря тени, то есть все оттенки гармонируют друг с другом и уже подсказывают вам, как вы можете их скомпоновать. В общем, вот я считаю, что палетка абсолютно стоит своих денег, мне она безумно-безумно понравилась, жду и дождусь играться и пользоваться с ней в дальнейшем. И на этом, пожалуй, я буду заканчивать свое видео. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайк и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok